Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джекоплей и это мое строительство дома для городка Сулани. Вышло дополнение Жизнь на острове, решил почему бы мне не записать для вас строительство. Я знаю что дом у меня, сразу скажу, не прям такой знаете шикарный, но как раз для летсплея мне кажется хватит. Как раз я размещал там в основном предметы из нового дополнения, я их рассматривал. В общем я решил воспользоваться этим дополнением и по полной программе обустроить дом. Слушайте, вышло довольно таки знаете неплохо, конечно не так шикарно, как я хотел. Вот, я если честно даже искал какие-то знаете дома, какие-то наработки, на которые можно обращать какое-либо внимание и строить. Не нашел, выдумывал все из головы своей, брал и получилось интересно. Давайте немножко расскажу вам о дополнении. Первые впечатления о дополнении были очень странные. Ну знаете, да, плавание это круто, катера, каноя, всякие матрасы, это очень все круто. Но когда вот начались появляться вот эти всякие факты о том, что то закрыто, это закрыто, то нельзя, это нельзя. И такой думаешь, в чем смысл вот, то есть если мы имеем другие дополнения и они какую-то знаете играют огромную роль. То же самое, веселимся вместе, которое я не шибко люблю, потому что для меня кажется, что это не сильно прям такое, знаете, дополнение масштабное. Но там ключевая особенность даже есть. Это получается, что? Клубы, естественно. То есть здесь, какая ключевая особенность? То есть следить за островом, убирать на нем, не знаю, там новые карьеры, просто плавание, курорт. Это просто обычный даже город, это не курорт. Вот, и естественно у меня такие начинались мысли о том, что что нам тут делать, что это за дополнение, как вообще с этим жить. Но, летсплей есть на канале, посмотрим, что да как. Конечно, городок очень красивый, мне он очень нравится. Это просто лазурное море, эти красивые пальмы, яркое все, красочно. Как это может не радовать? Многим это дополнение настолько понравилось, что они считают его лучшим из всей линейки Sims 4. Ну, для меня пока что, я не знаю, точно сказать не могу. Я считал это дополнение как за игровой набор. Первое мое впечатление, опять же, что будет дальше, пока неизвестно. Еще там много всего предстоит мне проверить, посмотреть. Вот, и потом я могу точно уже сказать, что да как. Еще, кстати, меня удивил тот факт, что им настолько нечего было показывать в этом дополнении, что они второй трейлер сделали с теми же кадрами, которые были показаны на выставке EA Play. Я такой, когда увидел этот трейлер, такой думаю, блин, серьезно? Ну, там были, конечно, новые какие-то там кадры, но я такой думаю, блин, серьезно? Все-таки новый трейлер, должно быть что-то новое, интересное показано. Но они показали те же самые кадры. Ну, ладно, давайте я вам расскажу немножечко о доме. Многие каналы, особенно зарубежные, они там прям вообще делали такие бунгало, скажем так, большие. Там, получается, домик на воде, там домик на воде, там домик, и все на большом участке. Я взял участок 30 на 20, я не стал брать большой. У меня какие-то проблемы, у меня какая-то паническая атака, если я беру большой участок, я потом не могу его застроить. У меня так даже в династии было, многие знают. То есть, если я беру огромный просто участок, мне сложно его застроить. Начинаю пихать все-все-все и все подряд, но это тоже не есть хорошо, нужно использовать как бы пространство по максимуму, что тебе нужно, а что тебе не нужно убирать. Собственно, что я и сделал в этом доме, я поставил все новые предметы. Предметы в этом дополнении очень сильно мне понравились. Они такие все разнообразные, все вот сосредоточены на этой тематике острова. Особенно хочу выделить это, наверное, окна и двери. Это просто шикарно. Я люблю эти раздвижные двери. Когда они еще добавили их с обновлением, еще с карибским, помните, в прошлом году? И они добавили еще один, такие же двери, только, скажем так, в другой стилистике. Это просто бомба. Вот реально бомба. Я в последнее время, конечно, не так уж часто выкладываю строительство на своем канале, но я люблю строить. Я очень люблю строить, закадрово очень часто строю. И вот когда я увидел эти двери, эти окна, я такой думаю, блин, наконец-то. Это круто. Просто вот. Еще я старался в доме брать какие-то другие, получается, объекты. Там дверь, например, я взял из Путь к Славе. Шкаф взял Извеселимся вместе. И довольно-таки все хорошо сочеталось. Все очень хорошо получилось. Дом я строил от балды. Просто построил, получается, фундамент на сваях. А потом уже выдумывал что-то как. Но я решил все-таки, знаете, чтобы дом был на фундаменте построен. Основное, скажем так, строение. А все остальное, там, спуск в воду, где у нас, кстати, все, получается, лежат матрасы. Это у нас уже фундамент со сваями. Вот. Который был тоже добавлен с бесплатным обновлением. Как и шезлонги. Вот, насчет шезлонгов. Многие, я вот читал, когда комментарии, многие такие говорят, ну и что, добавили не шезлонги? Добавили что? Добавили один, и все, и больше ничего добавлять не будут. Вы поймите, что шезлонги добавлены с бесплатным обновлением. То есть шезлонги уже как качели не привязаны к дополнению. Хотя, знаете, качели они добавили и с этим дополнением. Могли бы уже обновлением их добавить, вот серьезно. То есть они уже не привязаны к дополнению, и по факту мы можем пользоваться, мы можем скачивать другие пользовательские шезлонги, и все в этом духе. Дополнительный контент, кто качает, для тех это очень огромный плюс. Я не пользуюсь дополнительным контентом, я только пользуюсь всеми вещами, которые дополняют Sims. Из дополнений, игровых наборов, каталогов. Мне этого предостаточно. Прошло как бы, извините, уже 4 года. Может, по-моему, уже больше даже прошло с выхода Sims 4. И контента настолько много, особенно этих всех предметов, то что мне этого хватает. Вот без кассы я жить не могу. Все, я к кассу привык к этим дополнительным материалам. Я качаю все подряд. Ну, не как все подряд. Стараюсь все равно отсеивать как-то. Ну, все интересно, я качаю. А вот с предметами у меня, конечно же, здесь. Я немножко придержал свой пыл. Была, кстати, у меня большая проблема с размещением лестницы. Хотеть какое-то, знаете, большого пространства. Именно, вот, знаете, гостиная совместная со столовой. Лестница просто, да, в мои планы не входила. Пришлось мне ее убрать. Я ее всунул, получается, на улицу. Все-таки, знаете, больше должно быть дом открытый. Потом, когда я посмотрел, я просто не понял тематику, видимо, дополнения. Немножко его закрытым сделал. Но потом, когда я за кадром уже добавил еще открытые окна на первый этаж, и получилось все-таки очень хорошо. И лестница, я думаю, что идеально там подошла. Как раз я сделал там, знаете, убрал крышу на первом этаже, где там, получается. Второй этаж у нас же только наполовину дома. Вот, а на втором этаже, где там у нас крыша убрана была, я туда разместил стол, барбекю. То есть, место для, скажем так, чила наших персонажей, где могут они почилиться, пожарить барбекю, овощи на гриле и расслабиться, в общем. И еще я разместил детскую комнату, родительскую. Ну, как вы уже поняли по летсплею, у меня там семья из ребенка и мамы и папы. Поэтому я как-то больше концентрировался на этой семейке и строил этот дом именно под эту семью. Вот, если вам, конечно же, интересно, чтобы этот дом вам дал на скачку, то пишите об этом в комментариях, я размещу, конечно же. Для летсплея я его строил. Поэтому не знаю, кто будет в нем еще из вас жить, но если вы хотите, я спокойно могу разместить, мне не жалко. Ссылка. А, еще удивительно то, что в это дополнение разработчики не засунули ни одной аппликации. Если вы вспомните дополнение питомцы, ну, кошки и собаки, они очень много засовывали аппликаций. То есть, кошечки, собачки, тут всякая вот эта всякая штука. И дополнение просто в предметах доходило до свыше 300 предметов было в режиме строительства. То есть здесь, когда я посмотрел, посчитал, тут 160 где-то, я такой думаю, как-то маловато, слушайте. А потом, когда я узнал, что там все-таки просто большинство только занимает аппликации, я такой думаю, все понятно. Конечно, тут мало предметов, может быть, кому-то покажется, но всего достаточно. Для гостиной сделали, для столовой сделали, там даже тумбочки новые добавили для, получается, кухни и ванной. Новые эти всякие раковины, унитазы и сантехнику добавили. И этого достаточно. А какой режим строительства именно, вот, получается, в плане вот этих вот заборов, окон, дверей, то я думаю, что тот, кто строит, тот будет рад, потому что этого реально достаточно. Как раз, знаете, те, кто использует приключения в джунглях, они могут совмещать и тот контент, и этот контент. Он хорошо совместим, хорошо подходит под тематику и того, и другого набора, дополнения. Поэтому строите, совмещайте. Мне кажется, тут просто безограничная, скажем так, фантазия должна бурлить у вас, чтобы вы построили так, как вы хотите. Я очень сильно люблю, когда добавляют какие-либо растения домашние. Здесь добавили всего лишь два растения, но всё равно моя душенька была рада, что их хотя бы добавили. Мне всегда почему-то катастрофически не хватает домашних растений, потому что с базы, я помню, были добавлены растения. Это вот, знаете, наверное, какой-то страх пошёл с базы. И они все были настолько маленькие. Я люблю такие, знаете, большие такие кусты, большие вазы. А когда я увидел базу, все такие вазы маленькие, горшочки маленькие. И думаешь, вроде много, а вроде всё такое маленькое, миниатюрное. И у меня, по-моему, с базы идёт этот страх, что они могут что-то не добавить. Особенно растения. Ещё в обновлении в Карибской они добавили этот куст, получается, как пальмочку. Там я вообще был настолько рад и благодарен разрабам. Она просто идеально подходит под любой интерьер. Под современный, под тропический, под какой-то там, не знаю, ещё. Ну, то есть, можно поиграться со стилями, и оно идеально туда прям впишется. Вот, я думаю, что вы понимаете, о чём идёт речь. Давайте поговорим немножечко о будущем контенте, который нас ожидает в ближайшее время. Должен выйти каталог, то есть, это бренд одежды. Сначала была коллаборация с этим брендом. Они добавляли обновления, вот эти свитшоты, Sims Mobile. Потом они добавили в Sims 4 эти свитшоты. И ещё сделают каталог. Не знаю, как этот каталог будет сделан, потому что даже в тот же самый дизель в Sims 3 было добавлено мебель. Там кровати были, парочку тумбочек, получается, настольная лампа, стол со стульями. То, что будет добавлено с этим брендом, я думаю, что только одежда. Ну, конечно, они могут поэкспериментировать. Там всё-таки новая, получается, карьера будет, фотографа. Они могут добавить новые камеры, там какие-то там ещё декор для фотостудии. Каталога уже не было целый год, даже уже больше, уже год и пару месяцев. А ещё пока он выйдет, наверное, уже полгода пройдёт. Полтора года, то есть. Жду уже каталог. И какой он выйдет, пока для меня загадка. А осенью у нас выходит игровой набор с магией связанной. До последнего верил, что всё-таки осенью выйдет дополнение. То есть, думаю, летом дополнение, как было в прошлом году. Как раз, знаете, ещё так получилось забавно. Дополнение времена года вышло 22 июня. А, получается, это дополнение вышло 21 июня. То есть, они практически вышли в одно и то же время. То есть, спустя год ровно. И я, конечно же, надеялся, что всё-таки, как со спутч к славе, тоже появится дополнение осенью. Это будет университет. Как бы логично. Осень, эти все поступления, начало учёбы. И выйдет университет. Но нет. И, кстати, я надеялся, что оно хотя бы летом выйдет. Какая там магия будет? Ну, скорее всего, всё-таки с ведьмами. Ну, а что ещё? Какая магия может быть? Оборот не добавит. Хотя, мне кажется, что это маловероятно, что не добавит оборотней. Зомби вообще были бесполезные в Симс 3. Они что-то выходили там, вылазили из земли. Что-то там вякали, акали и всё. Они были по факту бесполезны. Я всегда ставил молодую луну. Они мне не нравились. Тут ещё священие, тут это голубое. Меня просто раздражало. Скорее всего, это будут ведьмы. Это будут какие-то зелья. Книга, наверное, для ведьм. Где мы можем всякие рецептики читать. Всякие заклинания изучать. Как это было, знаете, с вампирами. Там же у нас есть энциклопедия о вампирах, где мы можем прокачать навык, узнать о способностях, узнать о чесноке, о кровавом плоде, об этих всех функциях. Я думаю, что такая же система будет с этим игровым набором. Конечно же, мы его посмотрим. Я за любой движ в Симс 4. Я за любой контент. Потому что контент то выходит, то нет. Например, всю весну мы просили без контента. И такой думаешь, блин, ну разработчики, наконец-таки вы выпустили хотя бы дополнение. Потому что, ну, серьёзно, сколько можно сеть без контента? Раньше хотя бы каталоги выходили, там, спустя, там, не знаю, месяц-два, там, максимум у них был пропуск и выходил каталог. То здесь просто 3 месяца ничего не выходило со Стрэнджер Вилли. Посмотрим на игровой набор, что там будет включено, что он будет из себя представлять. А что вы думаете по поводу игрового набора, пишите в комментарии. Но я, конечно, не думаю, что прям мне это сильно понравится. Я не очень люблю тематику вот этих всяких тесных всяких существ. Я больше за реализм какой-то степени. Вот, ну вампиры были классные. Вот именно, если смотреть геймплей и наполненность этого набора, то он был довольно-таки достойный. Я думаю, что и ведьмы будут хорошими. Будем уже говорить ведьмы. Ну, что ещё не могут с магией связано добавить? Если бы они добавляли дополнение сверхъестественное, туда можно было бы досунуть и оборотни, и ведьм, и фей, и так далее. Хотя могут и феи быть. Русалки вот добавили с этим дополнением. Могут и феи добавить, которые там тоже магией какой-то обладают. Зарекались о ведьмах, а о феях никто ничего не говорил. Подождём, увидим. Но я очень жду университет. Я думаю, что университет это беспроигрышный вариант. Хотя, знаем мы наполненность дополнений в Sims 4. В какой-то степени я сравниваю всё равно с тройкой. Но уже нет смысла сравнивать с тройкой, вот правда. Потому что мы видим наполненность всех дополнений, всех игровых наборов, каталогов. И они получаются идентичны прошлому, предыдущему. Лучше уже сравнить с тем игровым набором дополнений, что, собственно, я сделал, когда сравнивал веселимся вместе с этим дополнением. Чем сравнивать с предыдущими частями. То, мне кажется, университет был бы беспроигрышным вариантом. Он был бы, наверное, такой же открытый, как и карьеры, дополнением на работу. Мне очень это нравится дополнение. Я понимаю, что там потом оно сильно приедается. Одно и то же ты ходишь, открываешь новое дело, ищешь улики, находишь этого преступника. Всё это дело. Потом также принимаешь роды, слечишь там за пациентами. То есть это всё приедается. Но это интересно. Это реально интересно. Я думаю, что с университетом было бы то же самое. То есть мы ходили бы по кабинетам. Были бы, конечно, загрузки, естественно. Но ничего страшного. Мы ходили бы по кабинетам. Мы ходили бы... Мне кажется, даже университет был бы просто большим таким огромным зданием, где разные кабинеты, разные уроки были бы. Да и мы ходили бы на каждый урок. Сидели бы, смотрели бы, как персонаж учится. А потом отправились домой. И также учили дополнительное домашнее задание. Проживали, скажем так, жизнь студента. Как это было в предыдущих частях. Тусовки, вечеринки, свободное время. Не уйдут разработчики от этой темы. Она точно будет. Не переживайте. Знаете, это вот из разряда времена года, университет, квартиры. Питомцы это самые главные дополнения, которые должны быть в линейке Sims. Какая реальная жизнь без этих взаимодействий? Ну никакая. Естественно, они это добавят. Ждите в ближайшее время от меня контента по дополнению «Жизнь на острове». Дополнение новое. Посмотрим, какое оно будет интересное, неинтересное. Но пока что все очень красиво. Опять же, красивая обвертка. Я всегда это говорю. Sims 4 красивый, и он меня этим привлекает. А что будет дальше? Время покажет. Также следите за династией, в которой там сюжетные повороты будут закручиваться. Постараюсь сделать все намного интереснее, чтобы вам было интересно наблюдать за этим. Ждем нового каталога, ждем нового игрового набора с магией. Не знаю, что это будет. Надеюсь, что-то интересное. Не такое, которое, знаете, мы просто поиграем. И забудем, как Стрэндж Эльвиль. Стрэндж Эльвиль, кстати, был тоже интересный какое-то время. Типа, вау, сюжет. Игровой набор с сюжетом. Круто. Просто, вот знаете, пройти и забыть. Даже предметы эти использовать не будешь. Вот серьезно. Касс, может быть, что-то там можно вырвать. Не знаю, там, свитер какой-нибудь. Какую-то прическу взять. Но ничего другого ты просто, ну, велически использовать не будешь. Особенно предметы, которые были добавлены со Стрэндж Эльвиллем. Даже ноутбук уже этот вам не нужен древний. Потому что они добавили с обновлением ноутбук нормально еще с осенним. Для чего этот игровой набор? Я не знаю. Вот, сейчас вы можете лицезреть то, что я построил на скриншотах. По идее, он показал это уже все в летсплее. Но вы все-таки можете посмотреть, кто не смотрел летсплее. То смотрите по ссылке в описании. Так что скачивайте, если вам хочется это скачать. Я думаю, что ссылку все-таки размещу. Всем огромное спасибо то, что были со мной. То, что послушали мой треп. Мои предположения, мои выдумки того, что нас ожидает. Мое мнение о дополнении, о предметах. Увидимся в летсплее. Всем огромное спасибо. Ставьте лайк. Пишите в комментариях свое мнение о игровом наборе будущем. О дополнении и каталоге. А с вами был, как всегда, Джекоплей. Подписывайтесь на группу, на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok